привет парни с разрешительного стрельбища сегодня я хочу поменять зимнюю резину на летнюю нам для этого надо баллонный ключ он у меня должен находиться вроде бы здесь вот как раз так 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 что-то теперь делать никто не знает ее мое блин не тот ключ привет парни с разрешительного стрельбища в сегодняшнем видео хочу вам рассказать ощущениях езды на зимней резине snow cross стояла сзади шиповка и snow max стояла спереди уже два сезона она не очень порадовала в этом году просто не получил вначале зимы куплю не получилось купить в общем за эту зиму где-то тысячи две с половиной вот ее шипы все на месте единственное вот если не знали сфокусируется вот здесь вот она почему-то у всех на шипах вот разбита это вот за одну зиму вот такие вот как бы сколы не знаю они вот смотри один потерялся нету ну всякое бывает основном остальные это на месте тут я уже на ней езжу летом 16 градусов только сейчас у нас неделю как 16 градусов становилась погода и без заснеженной погоды я уже на ней проехал где-то километров 600 точно вот вот смотрите что получается этой резине уже второй сезон вторую зиму наездит вообще тоже замечательная резина хорошо тормозит говорят немного шумновато ну если честно и этого особенно обоих кардиантов идет усиленный обувь как называется вроде бы усиленный обувь да мне ее посоветовал брат с бурановичей он на ней вообще херяча ты зимой и летом пофиг не снимает я бы хотел чтобы моя резина подходила чуть побольше вот два колеса опускаемся 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 так не видно ни хера каком это показать вот как бы вот примерно вот настолько это колесо данных ниже за счет того что протектор стащился нашел способ как вам показать разницу высоте колес смотрите вообще шикарно видно хотя колеса стоят ровно и здесь зазор появляется от прямой палки так смотрите что я заметил что здесь летние и зимние колеса с протектором неизношенным и изношено летние практически в один размер хотя у них одинаковый размер двести пять пятьдесят пять и шестнадцать о чем это говорит говорит о том что на задних колесах на которых я поставил будет оно меньше по диаметру чем это или то колесо и если его ставить на ведущее колесо то оно у него машина будет повышенный расход незначительно но будет за счет уменьшенного диаметра колеса это как говорится физика никуда не попрешь видите практически одного размера никакого зазора нет и ту же самую картину мы видим snow cross и snow max она одного размера а те задние не у него будет меньше ну в общем вот что получилось это обязательно надо делать иначе диск будет неровно прилегать сейчас чего тут вот затереть надо полностью и потом люди не понимают от чего у них биение ну в общем это одна из причин почему бьет колеса да диски надо протачивать вообще их надо менять по-хорошему говорят умные люди но я их буду еще протачивать эти колодки недавно менял на это дело я тогда подзабил ну что поделать бюджет ограничен обойдемся в этом году про . вот такая шляпа вот она вся ржавчина здесь уже машинка нежелательна нужно брать наждачку еще в этом сложную нитул и он почти как новенький иначе все это будет дело бить и так же вот здесь вот здесь у меня помазано в принципе не надо в этом году здесь почистилась мазать 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 графитовой смазкой но тогда донки просто снимается иначе потом приходится сбивать кувалду так смотрите что еще надо делать обязательно вот такая графитовая смазка она у меня уже там на издыхании ну еще есть как раз обязательно нужно смазывать болты чистить их от гряди вот такой щеткой она конечно у меня уже повидала всего где то есть новая лень искать ее в гараже также все болты смазывайте и смазывайте вот эту часть тогда будет проще сбивать диск при следующей замене колеса ну или мало ли где-то случайно нужно аварийно остановиться там пробили колесо и еще чего-то бывает что очень закрывает особенно перед зимой летом еще не так перед зимой это нужно делать обязательно также есть небольшие нюансы поджать ее колеса после того как колесо опущено с домкрата зажимать нужно звездочкой через один желательно делать это без особого фанатизма а также нужно поджать первый болт с которого начинали он иногда бывает отпускается что все парни пришло время прощаться здесь увидимся на следующий и поехали